Курсы по физике, по математике, по кимии и по русскому языку, а ты? Я стану бизнесменом, поэтому я слушаю курсы по экономике и по финансам. Кем ты хочешь читать? Я стану плазмонавтом. Я люблю физику, но мне не нравится тяжесть. Интересно, но какая у тебя будет специальность? Я думаю, что моя специальность будет физика. А ты? Я уже выбрал экономику. Я изучаю экономику в МГУ. Я забыл. Откуда ты? Я из Америки. Серьезно? Моя девушка, Таня, вчера познакомилась с американцами. Ты где в Америке живёшь? Круга. Я часто живу в городе Нью-Йорка. Откуда ты знаешь, откуда та американка? Нет, я ещё не знакомился с ней. Ты родился здесь в Москве? Нет, я родился в Санкт-Петербурге. Но когда мне было три года, мы с семьёй переехали в Москву. Мой отец раньше работал химиком на заводе, но сейчас он преподает химику в моём голове. Твой отец может помогать мне? Может быть. Моя мама тоже работает в МГУ. Она преподает в МГУ. Интересно. Твои родители очень умные. Я знаю, что ты хочешь стать бизнесменом, но я думаю, что ты очень хорошо знаешь финансы. и экономику. Может быть, ты должен быть политикой? Ну, может быть. Я интересуюсь политикой и международными отношениями. А, я поздравляю. Пока, Миша. Пока, Горби. Привет, Юлия. Сколько лет сколько дней? Привет, Таня. Хорошо, хорошо. А у тебя? Нормально. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь русским языком. Я занимаюсь здесь, потому что здесь очень тихо и людно. Русский язык – это твоя специальность? Нет, я выбрала литературный факультет. Я хочу стать журналисткой. В этом семестре я ещё изучаю кино, театр и искрительства. Интересно. У тебя занятия распитания. Что ты делаешь? Я видел с Мишем, но он увядает с другой. Да, как Миша? Очень замечательно. Я не понимаю, откуда вы имеете дети? Я из штата Нью-Йорк. Да, я учусь в джургский университете в Ушеньке. Он частный университет и очень дорогое. Нью-Йорк. Вы больше из Нью-Йорк. Его зовут Йоргию. А тебе и Йоргию надо познакомиться. Правда? Отлично. Он симпатичный. Он смешной и серьезный. Рассказывай мне больше о нем. Ему 25 лет и учится физику в Московском государственном университете. Он очень приятный и умный человек. И ему нравится музыка и математика. Он хочет стать ученым. Я не знаю. Я не люблю физику или математику. Но тебе и ему нужно познакомиться. Я знаю. Завтра пригласи ему его в музей. Миша купил. Миша купил билеты на балет. А ты идешь в музей с Георгием без мета меня? Ладно. Это не плохая идея. Сколько? Красно. Который час? Сейчас он один час. Почему? Ой, позываю на Лекси. Он обожжен. Пока, Юлия. Я расскажу с Мишей новости. Пока, Таня. Это красиво. Красиво. Ну, не понимаю это искусство. Ну, иногда вам нужно понимать искусство. Я не соглашаюсь. Ну, ладно. Пока. Подождите, подождите. Как вас зовут? Меня зовут Улия. Я, извините, я жду кого-то. Юлия. Меня зовут Горги. Вы обождаете. Я ждал здесь уже 10 минут. Вы обождали на 5 минут. Извините, я очень занята. У меня меньше времени, чем у вас. Не понимаю. Не понимаю. Таня сказал, вы любите математику. Почему? Да, я люблю математику. Но, по-моему, физика интересна математике. Вы согласны? Не совсем. Извините. Я думаю, математика и физика скучнее, чем литература и искусство. На самом деле, я читаю книги по современному искусству. Как ужасно. Мне нравятся разные вещи. Да, мы не похожи люди. Спасибо, Таня. У нас нет ничего общего. Что? Ничего. Ну, извините. Ты, Таня, вы близки подруги с Таней. Я познакомился с Мишей три года назад, когда я приехал здесь, в Москву, летом. Я был с тремя друзьями и моей сестрой. Нам было пятеро. Я знаю ее с детства. Ты знаешь, что Миша сделала Тане предложение? Миша предложил что? Правда? Правда. Нет. Но я знаю, Таня влюбилась в него с первого безглада. Когда они поженятся? Я не знаю. Может быть зимой. Я знаю, что Миша хочет пожениться как можно с коллегами. Таня будет не согласна. Ей нравится зима, но ей еще больше нравится весна. Обычно это трудно устроить свадьбу. Да. Я должна сказать Тане, я хочу помочь, я хочу ее помочь устраивать свадьбу. Чем больше помощников, тем легче. Я так рада за нее. Да, правда. Но я надеюсь, что они не разведутся. Что это значит? Не говорите так. Я волнуюсь, что они женятся скоро. Они познакомились только полтора года назад. По-моему, чем раньше, тем лучше. Ну хорошо, все наоборот. Что ты думаешь о балете? Это очень замечательно. Я всегда люблю ходить на балет. Я тоже. Нам нужно ходить туда чаще. Конечно. Если меня так занятны. Ты работаешь и я учусь в первом университете. Ты очень занят этой неделей? Да. Мы начинаем устраивать офис. Программа для компьютера Кевина нам очень важна. Хорошо. Я расскажу ему в следующий раз. В следующий раз мы увидимся. Я встречусь с старым другом, который начал свою компанию несколько лет назад. Он начал финансовый бизнес, который сейчас очень успешный. Я надеюсь, что ваше совещение будет хорошо. Да. А ты? У тебя ёлка любили? Никогда. У меня много читать и один доклад написал. По какому предмету? По американской истории. Это доклад революционной войне Америки. Интересно. Я согласна. Люди думают, что она началась в 1776 году. На самом деле, колонисты были надовольны налогом и правительством раньше. Этот доклад намного труднее, чем доклад по кресту Колумбусу. Это очень важный. Ну, ни пуха ни пора. Ты рассказывала твоей семье о нашем предложении? К черту. И конечно, они очень рады. А твои? Моя семья тоже рада. Они все хотят знать, когда будет наша свадьба. Но я им объяснил, что мы ещё не думали о всех в Италии. Ну, я думаю, что мы должны усторить свадьбу весной. И пригласить всех наших друзей и родственников. Может быть, на парке или в большей церкви. Серьёзно? Я думал о свадьбе... о маленькой свадьбе. Просто с нашими семьями. На даче. На даче? Она не дата точная. Она не дата точная. Она не дата точная для всех наших друзей. А свадьбу должна быть в Москве? Ну, если не на даче, она должна быть в деревне. И я думаю, что мы должны ждать лета. Хочешь пожениться? Чтобы ты окончила университет. Хочешь пожениться летом? Я не хочу ждать так долго. По-моему, чем скоро ты увидишь. Тебе надо окончить университет. Ну, ты прав. А старые замечательные Москвы в Москве. Ветер. 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 Не весна. Ветер.